МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире в студии работы Талмас Ашим. Здравствуйте. В Минобороны назвали наиболее вероятную причину крушения истребителя в Карагандинской области. Падение могло произойти после столкновения со стаей птиц. Эту версию считают приоритетной в спецкомиссии по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ. Минобороны сообщают, что крупные птицы, попадающие в двигатель, наносят максимальное повреждение и могут вывести их из строя. По официальным данным, пилоты делали все возможное для управления военным бортом, пока не возникла реальная угроза их жизни. Установлено, что экипаж принимал решение на катапультирование, убедившись в отсутствии угрозы жизни населению, а также возможных разрушений на земле. Сообщается, что системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались на предельно малой высоте. Крушение истребителя в Карагандинской области произошло 16 апреля во время учебно-тренировочных полетов. Между тем, стало известно, что заседание суда по резонансному делу о предоставлении земельных участков возле Алматинского аэропорта, где потерпел крушение самолет компании «Бикэйр», перенесли на 27 апреля. Причина – экстренная госпитализация одного из подсудимых экс-чиновников. Отмечу, бывших госслужащих обвиняют в незаконной продаже участков под индивидуальное жилищное строительство. Сегодня в суде по этому делу должны были пройти прения сторон. Напомню, самолет «Фокер-100» упал рано утром 27 декабря, и при выполнении взлета судно не смогло набрать высоту, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, пробило бетонное ограждение и столкнулось с нежилым строением на территории аэропорта. И позже выяснится, что здание было построено незаконно. Виновен по всем трем статьям. США суд присяжных вынес обвинительный приговор в отношении Дерека Шовина. Коллегия заседателей приняла единогласное решение и признала экс-полицейского виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. После оглашения вердикта Шовина заковали в наручники и вывели из зала заседания. Ему грозит до 75 лет тюрьмы. Меру наказания определит судья. Эти обвинительные приговоры в отношении Дерека Шовина не должны стать точкой в обсуждении убийств мирных жителей полицейскими. Мы в первую очередь обязаны предотвратить такие убийства в будущем. Обвинительный вердикт прокомментировали в Белом доме. Джо Байден назвал приговор уникальным и гигантским шагом «Вперед на пути к достижению справедливости в Америке». Это убийство, которое произошло среди бела дня, сорвало шторы, чтобы весь мир увидел системный расизм, клеймо на душе нашей нации, которое приводит к страху, травмам и боли миллионы афроамериканцев каждый день. Напомню, Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года после удушающего приема, который применил при его задержании Дерек Шовен. После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расового дискриминации и полицейского произвола. Тем временем в американском штате Огайо полицейский застрелил 15-летнюю девочку. По данным СМИ, правоохранители приехали на вызов в юго-восточную часть города Колумбус. На месте происшествия между молодыми людьми завязалась потасовка, после чего один из офицеров выстрелил в девушку. Жители города вышли на протест с требованием наказать виновных в убийстве подростка. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле полицейского участка в Кабуле, в Афганистане. И в этом инциденте пять человек были ранены. Всех пострадавших в больницу доставили. По данным МИДа, среди раненых были как гражданские лица, так и сотрудники службы безопасности. Ни одна из местных террористических группировок не признала атаку. По факту случившегося ведется расследование. Взрыв был настолько мощным, что затронул и соседние районы. Был нанесен материальный ущерб. Хорошо, что не погибли люди. Густой снегопад накрыл Талдыкурган. Он не прекращаясь, идет с раннего утра и ночью столбики термометров понизились до минус четырех. По словам синоптиков, причиной таких природных сюрпризов является вторжение антициклона со стороны Скандинавии. По информации синоптиков, в ближайшие дни в Алматинской области также ожидаются осадки в виде снега, туман и гололед. До пятницы будет сохраняться такая погода, будет прохладно. Сейчас у нас температура на севере области до заморозки, до минус трех градусов. После пятницы у нас постепенное повышение температуры в пределах от пяти до десяти, местами ноль. В Мангосталской области сейчас пыльная буря. Порывы ветра местами достигают 43 метров в секунду. На дорогах вблизи Каракеанского и Мангосталского районов видимость практически нулевая. Правоохранители пока не спешат перекрывать трассу Актау-Жит-Ба-Щет-Пе. Полицейские просят автовладельцев быть осторожными. В столицу придет тепло. По прогнозам синоптиков уже с пятницы в мегаполисе ожидается потепление. Температура воздуха ночью составит 6 мороза. Днем столбики термометра поднимутся до 13 градусов со знаком плюс. Сегодня же в городе ожидается переменная облачность, погода без осадков. Днем будет 8-10 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Завтра также осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 5-7 мороза. Днем 5-7 тепла. Экс-главе Минздрава Ельжану Бертанову могут продлить домашний арест до конца мая. Соответствующим ходатайством в суд обратились представители прокуратуры. Нынешний срок истекает в конце апреля. В надзорном органе свое решение мотивирует тем, что на свободе Бретанов может оказаться, может оказывать давление на следствие. Однако у адвокатов, подозреваемого в многомиллионных хищениях, другое мнение. Кроме того, они уверены, что следствие проходит с нарушениями. В частности, до сих пор почему-то не были допрошены представители зарубежных компаний, которые занимались разработкой цифровых медицинских платформ. А это одна из главных линий обвинения. Во время судебного заседания с речью выступил и сам экс-чиновник. К слову, он впервые за долгое время появился на публике. О ситуации с коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки в стране выявили 2696 заболевших с положительным ПЦР-тестом. Антирейтинг возглавили Алматы и столица. Также Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. С начала пандемии всего в стране выявили почти 295 тысяч заболевших. За минувшие сутки в стране зафиксировано также 135 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Три человека скончались. В целом, с лета прошлого года выявлено более 52 тысяч заболевших ковид-пневмонией. Между тем, в красной зоне по распространению коронавируса уже 10 регионов Казахстана. Сегодня в нее перешли Мангостауская и Казлардинская области. До этого они были в желтой зоне. В Мангостаусской области за сутки выявили 65 новых случаев заболевания. В Казлардинской положительный тест на ковид получили 47 жителей региона. И помимо этих двух в опасной зоне остаются Акмолинская, Траусская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области, а также все три мегаполиса Нурсултан, Алматы и Шимкент. В желтой зоне 4 региона. Алматинский, Восточно-Казахстанский, Жамбылский, Павладарский. Северо-Казахстанская область сегодня перешла в зеленую зону и там же находятся Кустанайская и Туркестанская. В целом Казахстан остается в красной зоне уже более 20 дней. Порядка 33 тысяч человек вакцинировали в Казахстане за минувшие сутки. По официальной информации Минздрава это те, кто получил первую дозу антиковидного препарата. И при этом накануне глава профильного ведомства заявлял о том, что в сутки в стране прививают 70 тысяч человек. И надо отметить, что активнее всего прививаются жители Алматы. Там первый компонент препарата получили более 150 200 человек. В лидерах также те, кто проживает в Алматинском регионе. Там медики вакцинировали свыше 103 500 пациентов. На третьем месте по иммунизации идет город Шимкент. В мегаполисе первую дозу получили более 71 тысячи человек. В ряде регионов страны значительно отстают по темпам вакцинации. Низкие показатели в Казахстане и Траусской областях. Прививки от ковида там получили порядка 21 и 15 тысяч человек соответственно. В аутсайдерах Мангостаусской области первым компонентом там привились 14 868 жителей. Что касается второй дозы вакцины, ее получили в целом 156 550 казахстанцев. Напомню, в нашей стране иммунизация населения пока что идет прививкой спутник ВИ и привились уже более 40 тысяч человек. Из них использовано 96% сообщили в управлении здравоохранения. Следующая поставка запланирована на 23 апреля. Всего до конца месяца прибудет 72 тысячи новых доз. Отмечу, темпы вакцинации в регионе ускорились. Увеличено количество прививочных пунктов. Если в начале их было 60, то сегодня уже 380. Специальные кабинеты открыли на предприятиях, торговых центрах. Работают и 16 передвижных мобильных комплексов. По одному в районах. Они обеспечивают вакцинацию жителей самых отдаленных населенных пунктов. И это все про Восточно-Казахстанскую область. Разницы город или район мы не делим. Люди в достаточном количестве пропорционально населению получают вакцины. Мы должны привить, я думаю, до октября месяца мы эту кампанию завершим, 747 тысяч человек Восточно-Казахстанской области мы привьем к октябрю месяцу против COVID-19. В селах Туркестанской области растет число желающих привиться от коронавируса. Например, только в Казыгурдском районе за последний месяц вакцинировались более 2000 человек. В районе сейчас ожидают очередную поставку инъекции 11 тысяч доз. По региону всего на сегодня прививку получили 43 тысячи человек. До конца года медики планируют довести цифру до 950 тысяч. Многие мои коллеги прошли вакцинацию, все они в полном порядке, поэтому, чтобы не подхватить инфекцию и не заразить близких, я тоже решила привиться. В Алматы за неделю более 200 человек нарушили домашний карантин. Несмотря на то, что у них подтвержден COVID-19, люди пытались попасть в общественные места. Остановить обладателей красного статуса удалось с помощью приложения АШЭК, об этом сообщили в департаменте САН и ПИД-контроля. Еще у 39 жителей при сканировании QR-кода статус оказался желтым. Напомню, красный – это заболевший COVID, желтый – это контактный. То есть и те, и другие должны быть на изоляции. Поэтому в доступе в кинотеатры, фитнес-центры, спа, боулинги и компьютерные клубы им отказали. Теперь алматинцам грозит административная ответственность. Это штраф. Ведь посещая общественные места, зараженные и близкоконтактные люди создают угрозу распространения вируса. Отмечу, в мае список объектов, участвующих в приложении АШЭК расширится. В него войдут также караоке и банкетные залы. В столице Колумбии, тем временем, в богате на акцию протеста вышли работники культуры из сферы шоу-бизнеса. Десятки людей выступают против антиковидных ограничений. По словам демонстрантов, они уже почти год не работают. Развлекательные мероприятия в стране под запретом. Некоторые протестующие взяли с собой цепи, как символ того, что у них нет свободы выбора. С этой пятницы в столице планируют вести, кстати, трехдневный локдаун. Будет ограничено передвижение жителей и также будет действовать комендантский час. В Мексике ко второму этапу вакцинации начали готовиться к тем временем власти Израиля. Премьер-министр Бениамин Нетаняху заявил о необходимости прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Власти ожидают сейчас одобрения от управления по Саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. На данный момент ведомство рассматривает для вакцинации препарат от Pfizer-BioNTech. Отмечу сегодня больше 80% граждан старше 16 лет получили по две дозы этой вакцины. По мнению экспертов, массовая иммунизация детей и молодежи – важный шаг в достижении коллективного иммунитета. «Мы подписали соглашение с Pfizer и Moderna на покупку 16 миллионов доз. Сейчас мы готовимся ко второму этапу вакцинации, который начнется через полгода. Мы считаем, что к этому сроку уже будут вакцины для детей». В Мексике стартовала массовая иммунизация учителей. Власти надеются, что это приведет к скорому открытию школ. У центров вакцинации люди выстроились в очереди. Большинство учебных заведений в Мексике, отмечу, пока закрыты. В некоторых штатах разрешили вернуться к очным занятиям, но сделали это необязательным. Для посещения школы родители должны дать письменное согласие. К слову, в Мексике было введено почти 14,5 миллионов доз, что, по мнению экспертов, сравнительно мало для страны с населением 126 миллионов человек. «Если мы собираемся вернуться в школы, то мы должны быть защищены от вируса. Я также беспокоюсь и о детях, которые также пока не привились». Революционная Европейская Суперлига приостановила турнир всего после двух дней существования. Накануне большая часть клубов отказалась от участия в скандальном первенстве. Организаторы заявляют, связано это с давлением от властей и футбольных ассоциаций. Свою лепту внесли также болельщики. Почему первенство завершилось так и не начавшись, и какие теперь планы у основателей, об этом подробно наш сюжет. Вот и не стало самого нашумевшего европейского турнира, игры которого даже не начались. Сотни болельщиков собрались у стадиона «Челси», чтобы отпраздновать победу. Но не в матче. Фанаты рады, что их клуб отказался от участия в Суперлиге. Сама команда в это время должна была начать игру с Брайтоном. Встреча также стала противостоянием сторонников УЕФА и основателей нового первенства. Гости надели футболки с поддержкой Лиги чемпионов. На этот раз обошлось без самолета. Голов в матче не случилось. Как признался тренер «Синих» Томас Тухель, во всем виновата Суперлига. Мы хотели одержать победу и оказаться на третьем месте после этого матча. Нам не удалось этого добиться, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы ошибались, выглядели уставшими, морально утомленными. Думаю, на нас повлияли новости о Суперлиге. Перед матчем мы говорили только об этом. Своё поражение признали все английские клубы. «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» написали в соцсетях, что совершили ошибку и сожалеют о сделанном ранее выборе. Первым, кстати, из списка суперкоманд вышел «Манчестер Сити». Мы не владеем никакой информацией, поэтому нам неудобно об этом говорить. Мне, Томасу Тухелю, Юргену Клопу и всем остальным. Но люди, которые стоят за этим, должны объясниться. Это ведь не спорт, когда нет спортивного принципа. И успех для 15 команд уже гарантирован. Именно власти Великобритании активнее всех среагировали на создание Суперлиги. Премьер-министр Борис Джонсон даже был готов принять специальный закон, хотя юристы говорят, что все угрозы нарушают права игроков. Это неверно с моральной и юридической точек зрения. Игроки сейчас используются в качестве рычага воздействия в этой борьбе, что просто неправильно. Они не принимали решений. Так что мы будем защищать игроков. Нельзя им запрещать представлять свою страну. Ведь они делают это с большой гордостью и большим энтузиазмом. От Суперлиги также отказались Атлетико и Барселона. Хотя местные власти были готовы на диалог. Среди итальянских клубов из турнира вышел Милан, а затем и Интер. Основателям ничего не осталось, как приостановить турнир. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта. Каким образом проект будет пересмотрен, пока не ясно. Но на данный момент понятно одно. Расколы в европейском футболе не предвидятся. В противостоянии Суперлиги и УЕФА футбольный союз одержал уверенную победу. Бржан Валиев, Хабар 24. У нас сейчас небольшая реклама. После продолжим. Продолжим выпуск. На 33% сократилось количество нарушений конституционных прав граждан. Об этом президенту сегодня доложил генеральный прокурор. Гизат Нурдаулетов рассказал о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса. По поручению главы государства представители надзорного органа защищают предприниматели от незаконных действий чиновников. В результате помощь получили 22 тысячи бизнесменов. Прокуроры отменили 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов. Касмжмар Тукаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений, отметив важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества. Качество материалов для строительства дорог остается на уровне прошлого столетия. С таким заявлением сегодня выступили депутаты Мажелиса. По словам Шамиля Осина, сегодня дорожники работают с битумом, щебнем и грунтом, не соответствующим требованиям новых стандартов, из-за чего в Казахстане ускоряется изношенность автодорог. Проблема, по мнению депутатов, в том, что при проведении госзакупок предпочтение отдается тем подрядчикам, которые предлагают наименьшую сцену и самые короткие сроки выполнения заказа. Таким образом, сейчас в стране асфальтировано всего 60% местной сети автомобильных дорог. Их общая протяженность составляет 70 тысяч километров. Депутаты предлагают изменить критерии выбора исполнителей. Главным правилом при строительстве дорог должна быть не самая низкая стоимость, а опыт компании и качество, проведенной ранее ею работы. В то же время это должно подкрепляться долгосрочной гарантией при эксплуатации дорог, добавил Осин. Больше 60 миллиардов тенге на ремонт межпоселковых автотрасс потратили подрядчики в одном из населенных пунктов Алматинской области. Но как только растаял снег, дорога с ямами и разрушающимися асфальтным полотном во всей красе предстала перед автолюбителями. Хотя не прошло и года с момента эксплуатации отремонтированной дороги. Несмотря на качество, которое оставляет желать лучшего, местные власти пообещали через 5 лет довести уровень так называемых хороших дорог до 95%. Подробно об этом Гульнар Жантасова. Вот дорога, вот смотрите, здесь машины даже не ездят. Вот они делали. Вот машины не ездят, и то, видите, вон уже щеменка влазит. Всего 6 месяцев назад уложили асфальт на одной из центральных улиц села Матая Боисова из Кельдинского района. А сегодня от него ничего не осталось, жалуются местные жители. Дорога покрылась ямами да ухабами. Кто будет такой дорогой доволен? В прошлом году ругань мы остановили вон там машины ихние. Сказали, что это не пойдет. Аул весь встал здесь, все пришли люди, остановили мы работу. Сказали переделывать, они не стали переделывать. О каком качестве можно говорить? Это просто возмутительно. Мы указали на все недостатки, но подрядчики даже не отреагировали. Почти 50 миллионов потратили. А хорошей дороги как не было, так и нет. А ведь тут всего-то пара километров. Местные власти в курсе проблемы и заверяют. Подрядчики справят ситуацию и заново выполнят свои обязательства. У них гарантия на два года. Мы туда письмо написали подрядчикам. Они обязуются до 25 мая восстановить эту дорогу. Там еще есть кое-какие дела. Дороги, которые тоже должны восстановить. Недовольны дорогой и жители дачного общества ЮйТАС. Ее буквально два года назад отремонтировали при въезде в населенный пункт. Сейчас об этом осталось одно воспоминание. Ну а в этом году здесь завершили строительство водопровода на сумму около 1 миллиарда тенге. Подрядчик частично проложил асфальт. И он тоже обрушается. Асфальт вокруг колодцев уже осел. Появились ямы на дороге. Плохо сделали ремонт. Некачественно. Только одна зима прошла, а дорога уже разрушается. Что дальше будет? Кроме того, она очень узкая. Две машины разъехаться не могут. У нас по проекту 800 метров, 4000 квадратов. То, что мы поселили, сейчас, я не скрываю, у нас есть места, где сели. Мы его уберем, срезку сделаем фрезой и восстановим опять асфальт. А остальное, что вы говорите, тут дальше уже поэтапная асфальтированная улица есть. В этом году еще четыре улицы сидят. Но это уже не мы будем делать. По словам автоводителей, ухудшилось и качество объездной дороги вдоль Талдукургана. Участок автомагистрали Алматы-Оськимен. Она была реконструирована два года назад. Местные же власти заверяют, что ближайшую пятилетку показатель качества дорог достигнет 95%. Гульнар Жантасова, Ожас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. 162 тысячи казахстанских детей нуждаются в специальном образовании. Об этом сегодня сообщила депутат-мажилиса Жанат Омарбекова. По ее словам, необходимо внести ряд изменений в закон об обучении. Документ, разработанный по инициативе депутатов, ужесточает требования к учителям и предусматривает внедрение системы оценки их работы. Законопроект также позволяет изменять учебные планы и программы в соответствии с современными требованиями. Документ направлен на оказание психологической поддержки детям и обеспечивая их всем необходимым в школе. В рамках проекта также был затронут вопрос о выделении денег организациям, обучающим особых детей. Планируется ввести единый метод финансирования, что позволит снизить нагрузку на бюджет, отметила депутат Омарбекова. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого. Продолжение следует...